Расскажите нам насчет руки вообще. Что это такое и как это делается? Часто бывает, к вам к семье обращаются с такой проблемой колдовство, сглаз и так далее. На самом деле, как Пасан Николасу сказал, сглаз — это истина. Колдовство, порча — это тоже истина. И есть такое понятие, как отворот и приворот. То, что делается, наводится на семьи и тому подобное. Причина бывает, что причина разводов именно сглаз бывает. Причина разводов бывает, это также порчи. Сглаз, как посланник Аллаху в хадисе говорит, он настолько может быть сильным, что человек отправляет в могилу, а верблюда в кастрюлю. И поэтому люди иногда умирают от сглаза. И они лечатся, они кучу денег отдают на лекарства, на больницы, на операции. А на самом деле вопрос всего лишь это почитать. Каждый сам человек от сглаза, это может почитать сам себя сам. Не обязательно идти прямо. Не обязательно идти, да. То есть можно взять воду, почитать на неё семь раз фатиху, семь раз аятер курси, семь раз ихляс, фаляк нас. При этом дуть на воду. Этой водой умываться, пить, купаться, сглаз уходит. То же самое, если когда ты чувствуешь тошнит, голова болит. Иногда, когда сглаз, у человека ощущения головной боли, они другие немного. Само ощущение слабости, то есть человек, когда болеет, он чувствует это. А это немного по-другому выражается. Первое, что когда человек чувствует какой-то недуг, ему в первую очередь нужно почитаться. Потому что, то есть путём как бы самой исключения. То есть почитаться, если это сглаз, то иншалла пройдёт. Если это не сглаз, то человек дальше будет лечиться. А у нас всегда делаем, мы делаем всегда всё наоборот. То же самое порча. Есть люди, которые читают. Рукья. На самом деле, я когда-то этим занимался. Ещё, наверное, да, это было до Саудии. И, ну, оставил это дело, потому что оно очень сложное. Рукью читать это нелегко. Во-первых, она забирает всю твою энергию, время, очень сильно выматывает тебя. По пять часов может и сидеть человека читать. То есть там при этом может быть там что-то такое. И поэтому обычно, как определить, есть ли у человека, либо же в семье сглаза, например, сглаза, если порча. Сглазом бывает обычно. Например, было всё идеально. Всё идеально. И резко бам, и начался ужас в семье. Доходит до развода. Большая причина – это сглаз. Нужно отмотать назад и посмотреть, где о твоей семье кто-то говорил, слышал или видел. И больше, большинство случаев разводов – это бывает через Инстаграм. Сглаз. Женщина, мы с мужем, он мне подарил цветок, он мне подарил кольцо, мы кушаем суши, мы кушаем креветки, мы на отдыхе и тому подобное. А её разведённые подружки, которые сидят дома, сидят и не хотят. Сглаз – это некая зависть, которая есть, но человек этого не ощущает. То есть он не знает, что у него… Даже человек может не знать, что у него есть сглаз. И после этого всё. То есть всё начинает рушиться. Причина этому – сглаз. Как вылечить сглаз? Во-первых, первый метод – это читать рукья, как я упомянул. То, что я упомянул, это самый минимум. Рукья есть на самом деле больше. Читается и жена, супруг и муж. Либо же, если ты знаешь, например, образно, вот ты знаешь круг, и ты знаешь, что кто-то из них сглазил, либо ты знаешь конкретно, кто сглазил, то ты просишь его помыть руки, либо же взять омовение, и этой водой умыть. И одну, и невесту, и жену, и мужа. Из глаз он уходит быстро. Есть такое понятие – сглаз таракуми. То есть сглаз, который собрался. То есть один был из глаз, второй, третий, четвёртый. Такое тоже бывает. У него причины бывают. У него бывает вздутие живота, при этом температура. То есть человек смотрит, у него живот вздулся. Вздутый, как беременный. Не может понять, что ходит к врачам и тому подобное. И при этом у него температура, он начинает искать какие-то причины, а это, оказывается, сглаз собрался уже у него там 10 сглазов на нём. Что касается порчи, то порча тоже определяется следующим образом. Человек слушает руки. Когда он слушает руки, он смотрит на свою реакцию. То есть если его бросает в жар, либо же в холод, начинает трястись руки, голова начинает болеть, тошнить начинает, дёргаться начинает, это причина, что есть в нём, у него есть либо порча, либо масса. Масса — это когда входит сам шейтан в тебя. Есть такое, называется масса лаащих, например, когда джин вселяется, уже начинает, привыкает, влюбляется, живёт и тому подобное. То есть причин может быть много, но определяется порча на это. Это самая основная причина, когда было всё нормально и резко муж начал ненавидеть, неприязнь чувствовать. А хотя он любит, ему внутри какая-то неприязнь. Либо же наоборот. Чувствовать какую-то неприязнь, начинает всё рушиться. Ну, это может быть причиной. Либо же сглаз, либо же порча. Но если порча, это определяется путём чтения, тогда это определяется. Для того, чтобы не постигл человека сглаз, для того, чтобы не постигл человека порча, во-первых, это постоянно читать Зикр, как делает посланник Аллаху, утром и вечером. Стараться всегда находиться со мной при омывении. И перед сном читать Зикры, после сна читать Зикры. И также стараться не давать повода для сглаза. То есть, не хвастаться на публику, что у тебя и как у тебя. То есть, быть немного скромнее. Сегодня вот это Инстаграм и Фейсбук, это реальное испытание сегодня. Человек заболел, у него там что-то с лицом происходит и тому подобное. Вот пример. Реально возьмём пример моей жизни. Вот в моей семье произошло. У меня жена, моя супруга, она шьёт. Шьёт довольно-таки неплохо, очень хорошо. Потому что отучилась на это. шьёт на хорошем уровне. И теперь, то есть, у неё что-то происходит с пальцем, вот с ногтём. Что-то там начинает нарывать, что-то. И она хочет пойти к косметологу, который, то есть, занимается именно ногтями и тому подобное, чтобы что-то пропекать. Подожди. Шила? Да. Шила сёстрам? Да. Хвалили? Да. Радовались? Да. Подожди, сейчас путём исключения. Почитаем? Если не в этом причина, не зла, пойдёшь и будешь лечиться. Почитал, чтобы мы поняли, на следующий день нужно село проходить. Почитал. То есть, ноготь поднимается, то есть, что-то внутри растёт. То есть, это самые элементарные причины. У меня дети, я если выйду с ними, то есть, я увижу, там они радостные, кто-то радуется и тому подобное. Всё, ночью кошмар начинается. Это крики, плачь, дети истерические плачут. Ты сразу понимаешь, что это сглаз. Берёшь ребёнка, читаешь, и он дальше спад ложится. То есть, это настолько часто может проходить, настолько часто может быть, что в нашем быту и мы даже, субханаллах, не понимаем, что это.